Ремонт дорог в Курской области не сбавляет темпов. Пока позволяет погода, специалисты трудятся по максимуму. Укладывают асфальт и днем, и ночью. Работа идет по графику. Дорожники говорят, львиную часть нужно успеть сделать до конца лета, чтобы потом в сентябре не создавать больших пробок на городских улицах. Это связано с тем, что куряне вернутся из отпусков, начнется учебный год в школах и институтах, а как следствие увеличится транспортный поток на улицах. Сейчас мы уже решительно перешагнули отметку в 50% общего выполнения. Завершены полностью работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Практически полностью завершена работа по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершается работа по замене бордюрных камней. Завершены работы по приведению люков ливневой канализации в нормативное высотное положение. И больше, чем на 50% улиц уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Куряне спят, дороги ремонтируются. Эта фраза стала уже почти крылатым выражением. Сотрудники Курск-Спецдорстроя завершили основной фронт работ на улице Запольной. Этот участок один из самых загруженных в городе. Днем вести здесь работы практически нереально. Поток движения не ослабевает ни на минуту. Поэтому трудиться дорожникам приходится по ночам. Для горожан ремонт Запольной стал действительно долгожданным событием. Качество было ужасное, особенно по полосе, которая идет в ту сторону. Там водители практически все объезжали чуть ли не по встречной. Ну сейчас вроде что-то удивительное. Ночью асфальт кладут. Первый раз такое вижу в этом городе. Делается качественно. Делается на веках. Ну если не на века, то надолго, скажем так. Видно основательно. Не просто латается, а очень хорошо качественно. Не в очень хорошем состоянии улица была. Было ужасный асфальт. Везде волны, бугры. Ямы также, которые очень глубокие были на самом деле. Сейчас, ну, думаем, надеюсь, будет нормально асфальт. По крайней мере, он не зайдет этой зимой вместе со снегом. К ремонту запольной подрядчики приступили еще в июле. Сняли старый поврежденный слой асфальтового покрытия, выровняли дорогу, частично заменили бордюрный камень. Протяженность этого участка 1300 метров. В начале августа подрядчики приступили к укладке финишного слоя покрытия. Несмотря на то, что работа велась по ночам и большие машины создавали немало шума, местные жители были готовы потерпеть временные неудобства. Тем людям, которые делают такое хорошее дело, ну, огромная благодарность. И никакого дискомфорта мы не испытываем. Наоборот, только благодарны молодцы еще раз. Гарантия на дорогу составляет 5 лет. Но специалисты уверены, что это асфальтовое покрытие прослужит значительно дольше. У нас свой завод асфальтобетонный. Мы производим свой асфальт на своей лаборатории, которая отслеживает выпуск асфальтобетона. Это очень долговечный, современный асфальтобетон. Контролируется полностью процесс наш от выпуска асфальтобетона на заводе до укладки непосредственно на объекте его. Я, как производитель работы, отслеживаю это для себя. И также у нас есть контролеры, которые приезжают на месте, также проверяют температуру, температуру смеси непосредственно в самосвалах и уже непосредственно уложенную. Ну, как бы мы за этим очень строго следим. Сотрудник Курск-спецдорстроя Руслан Хайдаров, которую ночь без сна. Но сдать объект нужно в срок, поэтому приходится привыкать к новому режиму. В подрядной организации мужчина трудится с 2002 года. Обязанностей у него немало. Это организовать работу, максимально вовремя подавать асфальтобетонную смесь. Ну и, в принципе, сделать качественную дорогу. Сложности здесь, в принципе, как и везде. Отличается чем? Что здесь с большим подъемом улицы подстраиваться. Приходится нам под рельеф этой улицы. 7 августа подрядчики закончили укладку верхнего слоя асфальтового покрытия на улице Запольной. Чуть позже здесь заменят дорожные знаки и нанесут разметку. Для того, чтобы обеспечить долговечность нанесения разметки термопластичными материалами, приходится технологически выдерживать от двух до четырех недель покрытия. Для того, чтобы верхний слой асфальтобетонного покрытия, покрытый пленкой извяжущего, выкатался. И нанесенная разметка не стала черной после того, как ее уложили. Впереди у сотрудников Курск-Спецдорстроя ремонт первого, второго и третьего весенних проездов в железнодорожном округе. Несмотря на колоссальный объем работ, который был ужат в три летних месяца, сейчас мы понимаем, что мы выполним весь поставленный объем на работу по укладке верхних слоев. Если позволит погода, выполним работы по нанесению разметки к первому сентября. Но и до завершения контрактов, это до октября месяца, все объекты будут сданы. Полным ходом идет строительство дороги по проспекту Дружбы. Скоро грунтовку заменит качественное асфальтовое покрытие. Местные жители больше двух десятков лет ждали этого события. Во время дождя или сильного снегопада проехать здесь было нереально. Чтобы добраться от дома до асфальта, порой приходилось делать крюк в сотни метров. Это сейчас еще подразровняли, а то у нас были вот посюда лужи. Мы ходили на две улицы ниже, чтобы подойти до города пешком. А теперь мы думаем, что нам обещают тут дорогу. Мы думаем, что у нас будет здесь транспорт, хотя бы нам маршрутки пустят. Что мы будем ездить хотя бы, вот выйдем на остановку, сядем и поедем. А не будем ходить по колену в грязи. Строительство транспортной артерии по проспекту Дружбы ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты уже провели здесь инженерную подготовку, разбивочные работы. Сняли верхний растительный слой. Подготовительные работы уже закончены, и мы перешли на основной этап строительства. Сейчас, как вы видите, происходит устройство дорожной одежды. В данный момент мы укладываем песчаные основания, затем после него идет чебеночное основание. На данном строительстве задействовано много техники. Около 30 единиц строительной техники, плюс автомобили, которые подвозят материал. Это инертные материалы, песок и щебень. В помощь дорожникам современная техника. Она напичкана электроникой, которая контролирует буквально каждый шаг. Этот бульдозер не исключение. «Ну да, современный, удобный. То есть стоит кондиционер, стоят джойстики, это маневренная ночь. Но еще стоит глонасс у нас, то есть система автоматического нивелирования. Это повышается качество работы. Потом темпы увеличиваются. Дорога получается качественнее. Экономия материалов, перерасходов нет. Мы не можем ни насыпать, ни больше, ни меньше, ни шире, ни лужи сделать. То есть все делается по проекту». Дорога будет четырехполосной. Ее ширина составит 16 метров. Протяженность 3 километра 200 метров. Новая магистраль соединит проспект Дружбы с улицей Сумской и значительно разгрузит движение по другим дорогам. «Однозначно, это на 100%, потому что дорога широкополосная, сюда пойдет основной поток машин. Поэтому, а в дальнейшем есть планы соединить этот участок дороги с объездной дорогой. Это уже третий этап, но пока еще проект в работе». По новой дороге пустят общественный транспорт. Тысячи жителей частного сектора получат возможность беспрепятственно добираться домой. Не будет проблем и с вызовом экстренных служб, которые раньше здесь часто из-за бездорожья не могли доехать до адресата. «В этом году планируется уложить нижний слой покрытия по магистрали, по основному ходу. Еще будут дороги-дублеры, это местные проезды, по которым можно будет подъехать. Это делается для жителей, для удобства жителей, чтобы можно было подъехать к домам беспрепятственно, не съезжая с скоростной магистрали, а свернуть на улицу и уже добраться до своего дома. Но эти работы, скорее всего, будут выполняться, наверное, в следующем году». «Будут в следующем году осуществляться пусконаладочные работы по наружному освещению, по устройству элементов обустройства автомобильной дороги, благоустройства прилегающей территории. То есть контракт рассчитан у нас до 1 ноября 2020 года, и завершающая стадия работ будет выполняться в следующем году». Но чтобы планы стали реальностью, нужно добросовестно трудиться. Работы по строительству новой дороги идут по графику, без отставаний. Пока позволяет погода, специалисты на объекте весь световой день. «С начала строительства мы работы не прекращали. Были небольшие дожди, но, по крайней мере, они не мешают выполнять работы, связанные с дорожным строительством. Но впереди еще предстоит укладка коммуникаций. Это ливневая канализация. И тут, конечно, будет много зависеть от погоды, потому что глубина котлованов, которые при укладке, будут достигаться и до 3 метров. И надо успеть вовремя ложиться в сроки, чтобы не застать дождливые и холодные времена». Отдельный вопрос – перенос из-за строительства дороги уже имеющихся коммуникаций. Дома в этом районе люди начали возводить больше 20 лет назад. И изначально здесь не было предусмотрено ни центрального водопровода, ни центрального электроснабжения. «Поэтому люди подключались, ну, не сказать, что самовольно, но подключались, делали подключения, ну, не проектные, можно так сказать. Потом это все согласовывалось. А сейчас мы с этим сталкиваемся, с этими последствиями. Вода, водопроводные трубы не заложены на достаточной глубине. Поэтому электроосвещение тоже попадают у нас, опоры попадают в створ в магистрали. Ну, это задача уже отдельных служб, которые будут заниматься переносами». Пристальное внимание к контролю качества. Оно идет на всех этапах строительства. Тщательно проверяются и материалы, которые поступают на объект. Ошибка будет дорого стоить. В случае выявления нарушений или недоделок подрядчику придется устранять их за свой счет. А это удар по финансам и по репутации. «Проверки ведутся достаточно часто. У нас с заказчиком, в роли заказчика выступает управление капитального строительства. И помимо их проверок есть еще несколько организаций, которые нас контролируют, включая комитет автомобильных дорог. Прежде чем принять материал на объект, он проходит входной контроль. Входной контроль включает в себя это на качество материала. Ну, основные требования по песку – это водопропускная способность для дорожного строительства, чтобы вода не заставилась в насыпи. Что касается щебня, ну, естественно, есть марка прочности, которую надо придерживаться. И мы опираемся на те требования по ГОСТу, которые указаны в проекте». Пока на объекте ведутся работы, местным жителям придется испытывать некоторые неудобства. Постоянный шум, пыль – большинство с пониманием относятся к возникшим трудностям. Они готовы потерпеть ради общего блага. Но есть и те, кто недоволен сложившейся ситуацией. Правда, как говорят дорожники, таких меньшинство. «Вот эти дороги, которые сейчас, они выглядят неопрятно, конечно, некрасиво, пыльно. Мы стараемся их приводить в порядок, мы их подравниваем ежедневно. Но я объясняю местным жителям, прошу, чтобы они немножко потерпели, потому что это все временно. Новое строительство, к сожалению, не предусматривает каких-то объездных капитальных дорог. Поэтому необходимо было потерпеть немножко». Помимо строительства дороги по проспекту Дружбы, в Курске ведутся работы на 25 участках. Одновременно на них задействовано около 110 человек и 80 единиц техники. Полностью завершен ремонт пяти объектов. В общей сложности в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать почти 690 тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Для повышения безопасности движения будет нанесено более 106 километров разметки. Установлено свыше 550 знаков и порядка 7 километров ограждений. «Безопасные и качественные автомобили» «Безопасные и качественные автомобили»